Жанр публицистики, представляющий собой разговор, представляющий собой разговор журналиста с социально значимой личности. Разговор журналиста с социально значимой личностью по актуальным вопросам. Разговор журналиста с социально значимой личности. Не то, что вообще в моде, а то, что касается темы либо личности. Давайте сейчас запишем виды интервью и немножко будем знакомиться с каждым. Вкратце. Первый вид – это информационное интервью. Информационное интервью. Второе – оперативное интервью. У меня этого нет. Девочки, передайте, пожалуйста. Третье – интервью, расследование. Четвертое – интервью, портрет. Пятое – беседа, диалог. И шестое – флэш-интервью. Флэш-интервью. Ну, давайте разберем стрелы. Информационное интервью. Попробуйся, какие предположения, что это за интервью. Попробуйся. 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 И все, да? Передача новостей, которые, ну, я как бы уже становлюсь случайно. Да, да. Это такой самый распространенный вид интервью. Обычно правильно все говорите, то, что обычно, ну, новостях показывают, то есть, куда нужно как можно больше показать, что произошло, где произошло, с кем произошло, и узнать мнение вообще, как можно больше людей просить, их мнение по поводу того, что произошло, как они к этому относятся. Вот. Вот это вот называется у нас информационное интервью. Максимальное интервью. Да, да, да. Все, все, что касается года, мероприятия, происшествия, то есть, когда случилось, оно самое такое должно быть, так сказать, самое быстрое. То есть, сложности стоят в том, что когда это происходит, мало того, что журналист должен находиться на месте сразу, это все отснять, это все быстренько, иногда в машине сразу сбрасывается на флешку, с флешки сразу туда-то, оно пересылается либо по интернету, если есть возможность, это все быстро на студию, там тоже делается быстро монтаж, иногда монтаж это происходит прямо в машине. То есть, вот так вот. То есть, ну, сложности в этом есть, потому что оно должно быть можно быстрее, раньше, чем на других каналах, потому что не только журналисты, но и другие, да. И чем быстрее мы это все покажем, тем оно лучше для нас. То есть, на других каналах уже смотреть не буду. Потому что мы это уже все показали, но много. Понятно, да? Вот. Дальше у нас идет оперативное интервью. Ну, смотрите, оперативное интервью, чем оно, ну, это как бы подвид такой информационный, да, оно случается только тем, что здесь происходит, ну, нет такого ажиотажа, нет такого съемки прям всех деталей. Здесь больше идет четко, кратко задали вопрос, один и тот же вопрос, некоторому количеству людей и знать мнение различных социальных групп по этому вопросу. Вот так. Вот это будет оперативно, то есть, быстро, четко и ясно. Дальше интервью расследование. Это человек расследует все то, что, ну, по-моему, у вас человек расследует. Как-то, ну, когда они любят интервью расследовать, он отвечает, вот, как вам это создает информацией, с того и делается. Ну, правильно. То есть, по сути, если есть какая-то определенная проблема, ваш журналист занимается расследованием, то есть, это не делает, ну, это может делаться на протяжении нескольких дней, нескольких недель. То есть расследование идет, есть какая-то проблема, в которой нужно разобраться, нужно собрать факты, нужно, это не на одном месте интервью сниматься, оно может сниматься в нескольких местах, в нескольких, вообще в разное время, в разные дни, и когда уже доходит до сути происходящего, вот это вот у нас называется интервью расследование. Дальше у нас интервью портрет. Как вы думаете, что это? Тот человек? От личности. Да, от личности. Именно... Тот человек, почему? Ну, именно, да, это, так сказать, интервью у какого-то известного, знаменитого человека, непосредственно об этом человеке, об этом человеке. Это, ну, не спрашивается какая-то там, как вы относитесь к тому, или кто это в проблеме. То есть там именно идет диалог о том, что за личность это, чего она в жизни добилась, почему именно у этой личности берут интервью. То есть, понятное дело, что, ну, интервью портрет обычного человека, брать, ну, мало кто будет это смотреть, и мало кому это будет интересно. Поэтому будут у таких известных достаточно личности, а если они известны, значит, они что-то сделали хорошего, либо плохого. Вот, и вот выясняется, что сделали, зачем вы это сделали, всем же интересно. Вот, это у нас интервью портрет. Дальше у нас идет беседа-диалог. Ну, это, в принципе, тут, как проходит, не помню, как называется передача. Ну, вот, когда я вас приглашаю к себе гостей. Мы садимся, пьем чай. Мы с вами общаемся. То есть, да, ну, в такой просто дружеской атмосфере мы, как бы, то есть здесь я не просто задаю вопросы, здесь я, как бы, с вами общаюсь. Я тоже высказываю какую-то свою точку зрения, как журналист. То есть, вот, я вам знаю, вот, и мне кажется, это не очень. А вы, как считаете, у вас есть оправдание? Очень не очень. Вот такого вы плана. То есть, ну, как бы, это такая беседа происходит. То есть, мы общаемся практически на равных. То есть, нет такого, что я задала вопрос, там задала следующий вопрос, и меня не интересует ответ. Здесь я уже участвую в том, что вы говорите. Я должна слушаться, должна осознавать. И, ну, осознавать уже из того, что вы сказали, следующий вопрос. Дальше у нас флэш интервью. Флэш интервью – это такое краткое интервью. Оно длится не более 90 секунд. Вот, очень часто их проходят перерывы между таймами на играх, на спортивных. Вот, это когда вот первый тайм закончился, вы хватили там какого-то футболиста на фоне какой-то рекламной стати. Да. Что вы сделаете? Как вам понравилось? Да? Что вы будете делать дальше? Какая у вас тактика? Вот это вот. И вот это вот 90 секунда. Ну, там, где-то 90 максимум. Когда нужно, ну, как-то человек еще ототрует нужно. И дальше еще играть. Вот это вот называется у нас флэш интервью. Дальше. У кого берут обычные интервью? У кого появится? У личных интервью. У личных. Почему берут интервью? У нас нет. Потому что интересно. Людям нравится. Людям нравится. Людям нравится. Людям нравится. Это смотреть. Зачем мы делаем интервью? Вы делаем это для народа, для людей. Мы им даем дан. Вещи для разговора. У меня вопрос по поводу примеров翻тиков. И детрадиев, которые выбрали интервью. Главное, как ты преподносишь, можно ставить на имя нашего человека сказать, а это вот Маша Кутина, допустим, у… Извините за выражение. Там в третьем классе больше всех говорили, а сама Суи все и длины. Уууааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа. Можно это, можно, абсолютно. Мы берем сейчас такой вариант, когда не каждую Машу Купкину или кого-то мы будем снимать, потому что неинтересно будет. У нас все равно лучше всех повырялась. Если, конечно, так круто отснять и сделать какой-то там, я не знаю, ролик супер, да, и будет худший просмотр, почему бы и нет. Но это ведь работа не человека, который берет в интервью, это уже человек-оператор, оператор это и должен сделать. У меня девочка знакомая, она хотела как-то пробить с интервью, но ее не брали, у нее есть скипция и проблемы, да и перед камерой она стеснялась, да и вообще у нее что-то не получали. Она установила какого-то там первокурсника с какой-то пошлинкой камерой, шла какой-то микрофон. И тут она уже ко всем подходила, брала интервью, ничего практически не мантировали, выкидывали, 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 выкидывали. Вот где-то через месяц уже начали лейтинг подняться, всем было интересно, что она спрашивает, чем она говорит, потому что это было как-то не стандартно. А потом она превратилась рукой, говоря, в какую-то свою звезду. Карты Даши, Ши и Дурни, правильно? Смотрели? Да, Дурни, между прочим, закончил Гере. Да, закончил наше Гере. И вот так вот пошел. Сначала на вечеринках, наверное, просто решил пошутить, поприкалываться, засняли это на камеру и так пошло, пошло. И человек, сейчас у него своя программа, он сейчас пронюсер, работает на НЛТ и каждый утро смотрю это шоу, ужасно. Ну, тем не менее, я его смотрю, понимаете, потому что, в принципе, во-первых, там известная личность, которую я знаю, уже дурни, между прочим, понимаете. То есть, ну, как бы, почему смотрю, потому что личность, которую я знаю, мне это уже интересно. Вот, если бы там, без него, остальных я, например, не знаю, я бы один раз включила, я бы второй раз уже не переключила туда. То есть, они уже привлекают внимание публичной какой-то персоны. Вот, поэтому, почему интересно брать у этих людей, потому что много людей хотят знать, чем живут эти люди, и они будут смотреть ваше интервью, чтобы знать, чем живут эти люди. Можно также, помимо знаменитостей, к публичным рынкам отнести еще наших политиков-депутатов. Они тоже очень популярны. Интервью они берут, наверное, еще чаще, чем у звезд наших. Поэтому, вот. Ну, и плюс еще обычные люди, которые что-то хорошее сделали, которые сделали что-то плохое. Или, ну, бывают моменты, когда ничего сделали, и у них просто интервью и спрашивают, почему ничего не делают. Да, ну, почему, давайте. Даже бывало такой момент, когда дальше мы там нечем, не знаю, брали интервью, там, все, ага, какие-то, ага, какие-то, ага, какие-то, ага, какие-то, ага, какие-то люди хотят. Или они, когда считают СМИ, нечаянно, что это она. Вот, да, тоже. Обычно, вот еще тоже есть интервью, которые проводятся для каких-то социальных проектов. То есть берут людей на улице абсолютно разных, пусть они там и не известны никому, но из разных слоев населения, социальных групп. И спрашивают один и тот же вопрос, и на который потом делают, ну, как бы, выводы по мнениям, по ответам этих людей из разных социальных групп. То есть тоже вопрос. Ну, так, то же самое. Вот, дальше, какие еще есть формы и время? У нас совсем мало, какие есть формы организации интервью. Первое, запишите. Пресс-какфиес. Формы организации интервью. две ном kazikas есть, чтобы вы копельку. Второе, выход к прессе. Второе-выход к прессе. Выход к прессе. Третье. Брифинги. Четвертое. Круглый столб. Интервью по телефону. И шестое. Интервью с помощью интернета. Презинференция. Что такое презинференция? Презинференция, она обычно собирается, когда берется интервью в какое-то известие, и присутствует там несколько журналистов, не один, а несколько, которые задают интересующие их вопросы. То есть садится в звезда, садится в будущих журналистов, и они по очереди добавляют. Обычно там задают вопросы, касающиеся, если это какая-то там творческая личность, по творчеству, по личной жизни. Если она, конечно, хочет на это отвечать, то там выходит презинференция. Но это мы по телеку все видели, да? То есть это все понятно. Дальше у нас выход в прессе. Вот. Это, ну, как бы тоже маленькая такая бесконференция. Тоже, когда один человек, у которого берут интервью, и много журналистов. Но только это не созывается специально, а просто огрушается о том, что, например, вот знаете, как проходит, какой-то суд проходит, вот. И человек участвует в этом, либо его обвиняют, в общем, и когда он выходит из зала суда, и все бегут к нему, расскажите, что там было. Вот. С первых вопросов. Ну, как, очень часто, типа, за рубежом, это полное издавление, когда происходит прохищение людей, или какой-нибудь вибраемец, какие-то там они отдаются, они собирают пресс-конференцию среди журналистов. То есть, с разных серий на нас собираются разные журналисты, и они на камеру бегают. Потому что, ребята, внимание, может, в нашем городе появится там маньяк-конференция. Вот это вот больше на выход в прессе похожее. Это не когда у них берут интервью и расспрашивают, это когда они собираются. Да, они вышли и говорят, говорят, а вообще это называется, у нас дальше вот идет брифинг. Правильно. Брифинг, да. Вот когда человек специально, когда приняли, например, тоже там у нас политики приняли какое-то важное решение, и об этом нужно оповестить все. Вот они говорят, типа, что выходит, и говорят, пожалуйста. Такой-то закон был принят. И тут и тут и тот же самый пример, когда если завелся где-то маньяк, и нужно оповестить зал, можно больше людей, то точно так же смотрятся журналисты и говорится, что они быстрее распространили информацию в массы. А, это когда, в принципе, журналисты так оповещают. Да. Время для того, чтобы... Да, да.